А как украинские байкеры относятся вообще к ночным волкам? Значит, беспрецедентное количество людей было на байк-шоу в этом году и мотоциклов. В качестве кого? Они в качестве конкурентов приехали? Союзников, зрителей, друзей, врагов? Послушайте меня, значит, еще раз говорю, байк-шоу это еще по всему, это еще экшен, это событие. Оно, к нему можно по-разному относиться, и к тому, за что я переживаю сам, и это можно относиться к этому по-разному. Но это всегда событие, это всегда вселенский потоп, это всегда огромное количество людей, это всегда драйв, это всегда креатив, это всегда экшен. Очень умело ушли от вопросов. Нет, это одна из причин, почему-то люди едут. Вы поймите, вот в Севастополе было беспрецедентное количество народа в этом году на четвертом байк-шоу. Это для меня был очень комплиментарный показатель, когда огромная масса народа пришла на кульминацию. Самый большой пик народа был именно на кульминационной части, которая традиционно проходила с пятницы в субботу. В море людей нет ни конца, ни края. Невозможно было оценить, даже приблизительно, где заканчиваются люди. И там, причем на этой территории, да, это было, люди стали так плотно, как в метро, как в Часпик. Понимаешь, невозможно было от пультовой до вип-зоны дойти, потребовалось там около часа времени протолкнуться через людей. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.